Друзья, всем привет! Меня зовут Маша Тафье. Я похудела на 54 килограмма на правильном питании и дефиците калорий. Сейчас мне 42 года. Я подробно рассказываю об этом на своем канале и делюсь рецептами, которые входят в мое ежедневное меню для похудения. Я готовлю обед. В первую очередь, у меня уже разогрета духовка, включила я газ, я положу сюда сладкий перец. Я купила много сладкого перца. Вы знаете, мы недавно вернулись из Анапы. Мне очень понравилось, как они его там готовят. Прямо целиком, без специй, на огне. В общем, хочу сделать что-то подобное. Я сейчас просто ставлю. Видите, не солю, не перчу, не масло, ничего не добавляю. Вот в такую одноразовую форму взяла в фикс-прайсе. Чего-то рублей 20 на 25 стоит. На 180 градусов ставлю в духовку. 600 грамм филе бедра индейки нарезаю кубиками. Индейка готова. Делаем ананасы. На гарнир я варю бурый рис. У меня вот такой вот в пакетиках для варки. Я опускаю 2 пакетика. Вода закипела, и я ее немножко подсолила. У меня ананасы консервированные колечками. Я взяла полбанки. Это 170 грамм примерно. У ананасов вообще низкая калорийность. И вот в банке они, даже несмотря на то, что они с сахаром, да, они все равно всего 65 калорий на 100 грамм. Это очень хорошо. Это помогает снижать, да, нам калорийность индейки. Я порежу кубиками. Я солю индейку. Добавляю ананасы. Добавляю соус по-грузински. Томатный. Он уже со специями. Я выбрала такой, чтобы не было глютамата натрия, усилителей вкуса, не было крахмала. В общем, он такой вот жиденький и с натуральным составом. То есть там специи, овощи. Я почти всю банку выложу. Оставлю пару ложек. Нужен мне еще для грибов. Итак, я все хорошо перемешала и перекладываю в посуду, подходящую для духовки. Мне очень понравилось, как в Анапе делают грибы на шпажках. Мы сейчас делаем тоже что-то похожее. Я взяла 300 грамм шампиньонов. 80 рублей стоит упаковочка. Сейчас я их немножечко подсолю. Тоже добавлю сюда грузинский соус. Ну, можно любой. Я думаю, можно просто чеснок, допустим, и сметанку, или йогурт, или маслица. Все сейчас перемешаю. При желании их можно, я думаю, даже без специй в свежем виде просто запечь. Сделала шпажки, положила их вот таким образом сверху на лоточек мой с индейкой и отправляю все в духовку. Пока жду, пока приготовится мне. Читательницы мои написали, что журнал «Твоя диета» обо мне рассказал. Я зашла, купила номер. Вот, кстати, мы с Верой Брежневой на обложке. Вот Вера Брежнева, а вот я. Так, сейчас посмотрим, где здесь статья. Вот такой вот материал про меня. В журнале «Твоя диета» вышел. Приятно. Надеюсь, много девушек прочитает и узнает обо мне подробнее, и о моей истории, и она их вдохновит. Моих читательниц, моих зрительниц. И тоже поможет, в общем, добиться таких же хороших результатов. Все готово. Я добавила 10 минут, то есть в общей сложности 50 минут. У меня запекалось мясо и грибочки. Около 30 минут готовился у меня перец. Он у меня вот так полностью готов. Вот так вот запекся. И 30 минут варился бурый рис. Он варится чуть дольше обычного риса. Он у меня тоже полностью готов. Я его достала из пакетиков, воду слила и просто сюда выложила. Грибочки тоже готовы. И знаете, что я еще сделала по просьбе мужа? Я сделала салатик вот такой овощной. Хотя здесь уже овощей достаточно. Но я сделала еще вот такой овощной салатик. Самый обычный здесь помидоры, огурцы, зелень и плюс шпинат. Сейчас продается хороший молодой шпинат. Не очень дорого. Я купила упаковку за 60 рублей. Я попробовала вот этот вот печеный перец. Вы знаете, он отлично получился. Очень вкусный. Мне нравится. Он сочный, мягкий, хорошо пропекся. С таким вот прям вкусом печеного перца. Ну, его, естественно, можно посолить. Сейчас я просто сейчас не стала этого делать. Можно добавить какие-то специи. Например, чесночка перемешать. Ну и все. Вот идея насчет того, как его есть. Я думаю, что его можно есть просто вместо салата с любым мясом. Но мне еще нравится перец в качестве, допустим, полдника. Сделать бутерброд вот с таким вот сладким перцем. Печеным. Просто положить его на кусочек хлеба. По-моему, отлично. Собираю обед. Сейчас покажу, как я это делаю. Я положу на серединку 100 примерно грамм риса. Итак, 100 грамм. 101. У меня получился бурого риса. Теперь индейку в соусе с... с ананасом выкладываю. Соуса только получилось много, но это хорошо. Вы знаете, пахнет очень вкусно. Похоже вообще на мясо в кисло-сладком соусе, которое в Азии очень популярно. И вообще ананас, конечно, свежий лучше. Он очень хорошо подходит к любым мясным блюдам. Он и тем, кто худеет, он тоже полезен. Так, сколько я уже положила? 130 грамм. У меня получилось... Нет, 140. Ну, давайте 150, наверное, я положу мясо. И я положила сюда еще 40 грамм грибов и 40 грамм салатика. Можно сказать, для красоты. Но у меня сейчас получилось 300, где-то 30 грамм примерно порция. Это уже максимум, который, ну, лучше, в общем... которым лучше ограничивается, если вы на 5-разовом питании. Если вы, например, на 3-разовом питании, то порция ваша может быть 500 грамм. Если вы, ну, на 4-разовом, то, соответственно, 400 грамм. То есть вот таким образом порции по весу и количеству приемов пищи мы должны уравновешивать. Ну, будем пробовать. Мясо получилось нежным, а блюдо вкусным и ароматным. Грузинский соус с ананасами дает идеальное сочетание кисло-сладкого соуса. Грибы тоже хорошо пропеклись. А бурый рис и салатик отлично это блюдо дополняют. Большой плюс – это низкая калорийность всех рецептов, которые я приготовила. Расчет калорийности блюд я выполнила в программе «Калоризатор». Для индейки использовала стандартную жарку 20%, калорийность – 134 калории. Для грибов я использовала тоже 20%, у них калорийность – 40%. Для перца – 40% у жарки, калорийность – 45 калорий. Всем хорошего дня и отличного настроения! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова